Приветствую вас на канале Электрик от Бога. Это высоковольтный диод. Высоковольтный диод от микроволновой печки. И если вдруг ваша печка перестала работать, то конечно не мешало бы этот высоковольтный диод проверить. Но вся фишка в том или беда в том, что с помощью обычных китайских мультиметров прозвонить такой диод не получится. У него слишком высокое сопротивление для данных мультиметров. И мультиметр не покажет ничего ни в ту, ни в другую сторону. На канале Дмитрий Компонец конечно есть методика проверки вот таких вот диодов выпрямительных высоковольтных с помощью мегаометра. Ну у него своя методика, а у меня своя. И надеюсь, что после применения данной методики вы очень даже улыбнетесь. Как правило диоды выходят из строя следующим образом. Либо они не проводят ток совсем, когда они пробиты. Либо их замкнуло и произошло короткое замыкание. Мы проверим данный диод, вы удивитесь, с помощью самой обыкновенной вот такой вот лампочки накаливания. Да, поверьте, данная методика вполне работоспособна. И если вам приспичило проверять вашу микроволновку по запчастям, она вам пригодится. Итак, как с помощью лампочки проверить вот такой вот высоковольтный диод, который невозможно проверить обычными мультиметрами. Соберем схему. Нам потребуется вилочка, розеточка, провода, ну и конечно же лампочка в патроне. Диод, если он исправен, он будет проводить только один полупериод переменного напряжения, которое, как правило, в нормальных условиях присутствует в розетках бытовых. Что ж, я соединил последовательно розетку с лампочкой и диодом. И теперь, если бы. Если диод сгорел и не проводит ток, лампочка гореть не будет. Если диод замкнуло и он проводит весь ток, лампочка будет гореть ярко. Если же диод исправен, лампочка будет гореть в полу накал и сильно мерцать. Ну что, теория есть. Теперь техника безопасности. Не проводите данный эксперимент без должной подготовки и при наличии кривых рук или растущих рук не оттуда. Все, да? Убираем руки и ноги от токопроводящих частей и аккуратненько за изолятор берем вилочку и суем в розеточку. Лампочка сильно мерцает, а значит наш диод исправен. Ну давайте убедимся в том, что если бы диод был пробит, как бы горела лампочка. Сейчас мы имитируем короткое замыкание диода. Яркое свечение, есть некоторые пульсации, все-таки 220 вольт, это лампочка накаливания. Ну и пробитый диод, это все равно, что я бы разомкнул просто провода. Все, методика проста, лаконично и всем доступна. Пользуйтесь, но соблюдайте правила электробезопасности. А на этом все, пока. С вами был канал Электрика от Бога. Подписывайтесь на канал Электрика от Бога и я расскажу вам еще множество нюансов и тонкостей электрических схем, о которых все вы, возможно, и знали, но давно уже позабыли. И да пребудет с вами Электрическая Сила!